8 июля, Екатерина, письмо без темы. Здравствуйте, Ирина. Кто такая Ирина, не знаю. Ну ладно, почитаем дальше. Письмо от Екатерины. Здравствуйте, Ирина. Очень надеюсь, что вы осветите мою проблему. Много чего перечитала, пересмотрела, но не нахожу ответ на свои проблемы, потому что зачастую все описываемые случаи под нашу ситуацию не подходят. У меня дочка, 8,5 лет. Девочка очень добрая по натуре. Никогда не давала сдачи и делать это до сих пор не может и не умеет. Песочница никогда ни у кого не отнимала игрушки, свои отдавала безоговорочно, без слез. Если дети ее обижали, то она молча это переносит. Не жалуется, не рассказывает мне об этом. Такое впечатление, что она не считает это обидным. Дома физически мы ее не наказываем. Если я повышаю на нее голос и кричу, то она обижается и плачет. С 4 лет она ходит на спорт. На тему самозащиты мы ведем постоянные беседы, но результата нет. А какие беседы вы ведете? Дай в нос, дай сдачи. Она может замахнуться рукой, но рука до обидчика не доходит. В разговоре она говорит, что боится. Если даст сдачу, то получит в ответ от оппонента. Нормально, да. Недавно был случай. Мальчик повалил ее на землю и сел на нее верхом. Держал. Дочка не сопротивлялась и не возмущалась. Когда я это все заметила, сейчас она гуляет сама, без меня на детской площадке, и вмешалась. Она не посчитала поведение мальчика оскорбительным. Может, они во что-то играли, какой-то у них был сюжет. Мало ли. Меня, конечно, это возмутило. Я стянула этого мальчика. Значит, еще раз. Повалил на землю, сел верхом и держал. Меня, конечно, это возмутило. Я стянула этого мальчика. Она скоро вступит в подростковый период, и я переживаю за ее будущее и ее сохранность. Переживаю, что она может стать жертвой и при этом не будет мне ничего рассказывать. Дома она никогда или крайне редко рассказывает о происшествиях в школе или на детской площадке. Она не считает это особым событием. Но хочу подчеркнуть, что это не замкнутый и не забитый ребенок. Она очень живая, общительная, коммуникабельная, легко находит общий язык с другими детьми. Помогите мне, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Как воспитать и развить чувство собственного достоинства, самосохранения? Папы нет. Вот оно, папы и нет. О чем мы и говорили, что это у женщины защита себя, сексуальность и всякое прочее. Доверие другим мальчикам это только через папу идет. Посмотрите, пожалуйста, наше видео «Как воспитать девочку». Там очень много про вашу ситуацию. Воспитанием занимаюсь я и моя мама. Спасибо за ответ. С уважением, Екатерина. Так, но не доверяет, я так понимаю, и не рассказывает вам, и не делится ничем. Это, наверное, потому что не доверяет. Не доверяют дети, как мы уже говорили, тогда, когда они приходят к нам со своими эмоциями, со своими переживаниями. Как я тогда приводила пример, что, представляешь, Мария Ивановна меня сегодня при всем классе у доски там позорила, вставляла мне, там ругала меня, а я краснела, бледнела. Приходит ребенок к родителю. А родители вместо того, чтобы посочувствовать, понять этого ребенка, не давать никаких норовоучений, а просто посочувствовать, послушать и сказать, что «О, как я тебя понимаю, у меня в детстве был похожий случай, я представляю, как тебе было неудобно, стыдно, провалился бы на этом же месте, я себя так же чувствовала». И на этом закончить вот эту вот беседу, родители начинают говорить, а чего это он тебя ругал, а, наверное, ты не выучил, да так тебе и надо. Нифига там было, допустим, вчера с Катей прыгать, надо было урок учить, тогда бы тебя не отчитывали. Все, вот достаточно вот такой фразы один раз, когда к вам ребенок, неважно в каком возрасте, приходит рассказать о своих эмоциях, переживаниях, вот какой-то вот такой вот ситуации, случившейся с ним в обществе. И если родитель неправильно отреагировал, ребенок больше никогда к вам не придет и ничего не расскажет. Вот посмотрите, пожалуйста, в жизни вашей дочери, вас и вашей мамы, три женщины трех поколений, были норовоучения или вы поддерживаете своего ребенка? Я думаю, что были, потому что бабушки, особенно из сыровского времени, они любят давать нотации, норовоучения, критиковать и всякое прочее, особенно сравнивать с соседскими детьми. Вот по этой причине наши дети к нам не приходят и не делятся, не рассказывают. Вот. Исправляйте сейчас ситуацию, все можно исправить. Если к вам ребенок все-таки пришел, что-то рассказал, пожалуйста, воспользуйтесь активным вниманием, активным слушанием, о чем мы опять же я рассказывала в «Как любить своего ребенка» и в лекции про девочек. Послушайте, пожалуйста, если вы не слушали, и начните относиться к своей дочери вот так, как я там рассказывала. Возможно, через год, через два к вам появится доверие и к вам дочь придет. Вот. Но еще нужно было заиметь какого-то родственника с мужской энергетикой, который объяснит, покажет девочке, насколько опасны мальчики в пубертате. Да? И как не надо им позволять дотрагиваться до своего тела без разрешения, там без всего. То есть это целое прям... Вы знаете, вы много читали и не находили. Это обычное половое воспитание. Возьмите любую книгу по половому воспитанию в дошкольном возрасте. И я все хочу подготовить. Курс никак у нас. Руки не дают половому развитию этому воспитанию. Это все элементарно. Оговаривается, говорится. Как был, помните, сейчас видео было в Инстаграм, когда девочка заходит в подъезд. Если там заходит педофил, реально, девочка делает вид, что ей в почтовом ящике что-то нужно. Педофил проходит к лифту. Девочка поковырялась и спокойно выходит из лифта. Дождалась там, я не знаю, то ли она брата, то ли... Да, ой, да, из подъезда вышла. Дождалась то ли брата, то ли этого соседа. Сказала, что там за мной шел человек. А это действительно педофил оказался. Они зашли вместе. Это педофил там что-то потом арестовали. Нашли по камерам, всякое прочее. Вот девочку папа обработал. Рассказал, объяснил и так далее. И объяснил это по-человечески, а не с нравом учениями, там с выносом мозга и всяким прочим. То есть девочка, либо она находится у вас сейчас дома в позиции жертвы, и она знает, что она сама себе не принадлежит. Ее могут поругать, наказать, за нее решить. И тогда она так пойдет по жизни жертвой. Она будет позволять, чтобы ее трогали, над ней смеялись, на нее замахнулись. Ее потом муж ударил, унизил. Она так жертвой пойдет и ничего не будет делать, потому что она с детства в семье, к этому привыкла, что за нее решают. И она сама себе не принадлежит. У нее нет личных границ, когда неправильно идет воспитание. Тоже даже элементарно, когда ребенок ходит голый на пляже в год, в полтора, в два. Вот отсюда начинается половое воспитание, и нет границы личностного тела. То есть ребенок не должен ходить без трусов на пляже. Нам кажется, что он маленький, он уже не маленький. И также не должен он ходить в трусах или переодеваться где-то. Вот он со мной все спорит, а как же там в бане, а как же там мы пришли, вот куда там, где-то что-то переодеваться. В бассейне. В бассейне спрячьтесь с мамой, переоденьтесь. Шкафчик отделили, полотенце как-то завесили, аккуратненько все наши интимные места переодели. Нельзя вот это вот сесть голышом, раздеться. Это тоже, говорится, про границы тела, половое воспитание идет отсюда, вот с малого, вот с этого всего. Это тоже хочется курс подготовить. Вот, в общем, если вы не справитесь сами, послушав вот те лекции, которые я сейчас назвала, вот, не получится поменяться только к психологу. Психологу он научит держать границы, вот эту девочку. Да, вы правы побертать, и обязательно нужно правила вот эти донести до ребенка, иначе много будет ошибок. Много будет ошибок, вы правы. Не знаю, кто такая Ирина. Предполагаю, наверное, что вас зовут Екатерина. Дочке 8,5 лет. Про половое воспитание ответили.